Они еще выйдут! Я раньше... Они еще выйдут. Я раньше говорил при советской власти, я одного не понимаю, второго, третьего. Была советская власть, и я действительно многого не понимал, это понятно. А я не понимаю. Вот сейчас советской власти нет, я все равно ничего не понимаю. Вот скажите, с чиновниками, я не понимаю, есть ли они такие честные, как они говорят, почему они не платят налоги со взяток? Что они привязались к Киркорову? Мол, не заплатил налоги за год. Они разворовали в Чечне 300 триллионов. 300. Это что, все эти деньги должна возместить всероссийская зайка? Это она одна виновата в этом борьбе? Кстати, я уже и Примакова не понимаю. Правда. Недавно сказал, мы повернем экономику лицом к человеку. А чем она раньше стояла при Черном Я, кстати, не понимаю, его наш президент тут три дня называл, как только не называл, и Максим Сергеевич, и Сегрей Петрович, и Петр Иванович, и я в одном смысле Примакова не понимаю, он чего соглашался? Кивал все время, да, да, это из уважения, что ли? Вообще, нашего президента не всегда понимаю. Соберет своих подчиненных, говорит, надо бороться с преступностью. Знаете, такое страшное лицо, сделает такое. Пугает. Ой, преступники его боятся. Причем я не понимаю, он зачем преступников собирает, чтобы им это говорить? А те сидят, головой кивают. Давай, Борис. Борис, ты Борис, ты Борис, давай. Я вообще не понимаю этих выражений сегодняшних новых. Эшелоны власти. Их сокращают, сокращают, а их эшелоны на нас уже пошли. А почему дом правительства называется в России Белый дом? В Вашингтоне Белый дом, понятно. А у нас? Я был в Вашингтоне? Нет Кремля. У нас по всем городам Белые дома стоят. По деревням Белые дома появились уже. Коровник перекрасит, Белый свет. Это наш Белый дом. Я не понимаю, чего другой краски нет в стране. Желтый, например. Очень подошло бы нашему, нашей администрации. А то правда непонятно, как Белый дом сокращенно в газетах журналисты называют БД. Непонятно, на что намекают тогда. Желтый дом правильнее было бы сокращенно называть на сегодняшний день. Я вообще не понимаю это увлечение в России иностранными словами. По всей России. Вывески на английском. Шоп, фуд, хот, дог. Перловка, трейдинг. Бедные старики говорят, мы не знаем, где что купить. Стоит старушка посреди Москвы, читает шоп, 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 шоп. Говорит, да шоп, вы сдохли. Почему в России надо писать на английском? Я был во многих странах. Нигде нет надписей на русском. Только на Кубе видел однажды объявление на русском в аптеке. Спирта нет. Почему нас все называют Евразией? Евразия, это когда больше Европы, чем Азия. У нас больше Азии, чем Европы. Поэтому мы не Евразия. Мы Азиопа. И главное, непонятно, к кому обращаться, чтобы все это понять. К президенту он нас опять пугать будет. К прокурору нашему обращаться. Прокурор нам жалуется. Вот вы можете это понять? Я не могу. Он нам жалуется, что преступники не оставляют ему улик. Негодяи преступники после этого. Объясните, я не понимаю. Двое несли коробку с пятьюстами тысячами долларов в Белом доме. Двое несли ее. Их взяли с коробкой. Там пятьсот тысяч. Нет улик. Нет и все. Заглянули. Ой, сколько улик нет. А те двое говорят, не наша коробка. Дали поносить. Какой-то дядька незнакомый подошел, говорит, не хотите поносить по Белому дому коробку с пятьюстами тысячами долларов? И главное, пока прокуратурой в эту коробку заглядывали, ни одной улики не досталось. Да бог с ней, с коробкой. Насильника взяли в Москве. Трое видели. Он. Дошло до суда. Нет улик. На месте изнасилования орудие преступления не обнаружено. Я не понимаю, как при этом они наверху друг друга называют господа. Это как в Москве в подъезде когда-то давно висело объявление. Господа, перестаньте мочиться в подъезде. А вот одно понял. Почему кризис наступил? Понял. Смотрите, вечером взяли кредит. А утром кризис. Молодцы. За одну ночь украсть столько. Это... Причем диктор ведь сказал на следующий день по телевидению, всю ночь в Белом доме горел свет. ВОСТОВНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ